Традиционные нравственные ценности Традиционные нравственные ценности возможно только основаны на сверхъестественном авторитете. Для христианина это, безусловно, это Христос, для мусульманина Аллах. И в этом плане, если мы хотим выздороветь, то очевидно, что нужно поставить сначала правильный диагноз, потому что если не будет правильного диагноза, то, соответственно, лечение тоже ни к чему хорошему не приведет. И я бы личный взгляд выразил по поводу нашего общества. Есть часть общества, которое считает, что оно здорово, что нам ничего менять не нужно. Есть часть общества, которое считает, что оно нездорово, но предлагает такие пути и решения, которые его сделают еще более больным. Есть часть общества, которое, можно сказать, самое небольшое, но которое считает, что, да, общество нездорово, но, то есть, и оно предлагает правильное решение, но еще раз, эта часть общества самая небольшая. В моем понимании, однажды общался с профессором Дворкиным, такой известный у нас борец с сектами, профессор истории, и он высказал такую мысль, что Россия – это страна победившего оккультизма. Это была мысль выражена по отношению именно к религии, что, в принципе, религиозных людей в стране очень много. Люди почти все живут по принципу «ты мне, я тебе». И этот принцип, он используется абсолютно во всем, то есть, по отношению к государству, по отношению, значит, к коллегам по работе, по отношению к своим женам, мужьям, даже по отношению к детям. И этот принцип такой, что ты мне, я тебе, он, конечно, исключает такие вещи, как жертвенность, честь, верность, потому что эти все, вот эти принципы, они относятся к культу, к культ поклонения, они не относятся к оккультизму. И в этом смысле я рискну сказать, что в нашей стране существует такой уже многолетний выработанный страх перед православием, такой гигантский, глубоко сидящий страх перед православием, перед христианской верой. Он или, я тут уже не буду гадать, наверное, если кого-то там и заинтересует, может кто-то попробует осмыслить, может быть, это следствие когда-то антирелигиозной пропаганды многолетней, может быть, что-то вообще с XIX века идет. Но у людей вообще к христианству, к церкви, отношение у большинства, отношение не такое, что это что-то очень маргинальное, либо это что-то очень такое сложное, грустное и страшное, и обязательно закончится адом в конце для меня. И в этом смысле, с учетом, что христианство это религия любви, то страх является самым главным врагом любви. Об этом писал еще апостол Иоанн Богослов, что боящийся несовершенной любви, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. И без высшего авторитета. Я, честно говоря, не очень могу понять, как мы сможем объяснить или даже пропагандировать какие-то именно традиционно нравственные ценности, не опираясь на высший авторитет. Потому что мало того, что мы не сможем по большому счету объяснить людям, о чем писал Достоевский, Пушкин, в чем была красота нашего фольклора, архитектуры, музыки. Потому что если люди это создавали в 19-е, 18-е, 17-е, 16-е век, где эти люди были верующие, они были христианами, то невозможно в теории просто изучить православие и понять, о чем люди думали православные. Ты можешь только исключительно сам лично переживать. В теории ты все равно это не поймешь, со стороны ты это не увидишь. Это как в теории изучать брак, семью, но при этом никогда ты не был в браке. Ты все равно не поймешь всей этой глубины, как радости, так и трагедии. И в этом смысле у меня есть определенный вопрос даже к самому себе, насколько вообще наше общество поддерживает традиционные ценности в реальности. Потому что я, конечно, человек крайне традиционный. Потому что если наше общество в целом поддерживает аборты, опросы показывают, большинство все-таки за. Последний опрос в ЦОМ для меня был совершенно страшный. Показал, что 49% мужчин и 38% женщин считают допустимой или нормальной изменой в браке. Если мы касаемся таких вещей, как прелюбодеяние, убийство, деда-убийство, это тяжелейшие грехи просто. Если смотреть с точки зрения христианской ценности, если ко мне подходит человек и он говорит, что он христианин, он считает себя христианином, но при этом я знаю, что он изменяет своей жене, я даже не имею права с ним чай пить. Руку подавать. Причем, если кто-то думает, что я это сейчас говорю в теории, я сам так поступаю. Мне совсем недавно пришлось встретиться с человеком, мне казалось, что он хороший семьянин, и вдруг, пообщавшись с ним, оказалось, что он изменяет своей жене, а я пред этим руку пожал. Я прям при нем руку в снег запустил, вытер, сказал, все, пока. Я не имею права с тобой вообще даже разговаривать. Если ты ко мне придешь как священнику, я не имею права тебя не исповедовать, если ты придешь ко мне как священнику. Но как просто человек, ты предатель. И в этом смысле церковь не разделяет верность, знаете, на какие-то полочки. Верность может быть только одна. Если ты верен жене, то, возможно, ты верен стране и верен Богу. Но если это Христос сказал, неверный в малом во многом неверен, верный в малом во многом верен. И вот эти понятия чести, верности, любви, веры, благодарности, кротости, воздержания, я не представляю, как можно это донести, в том числе и молодежи, если мы говорим про пропаганду, не опираясь на сфер, естественно, авторитет. И вот этот страх, что вдруг мы как-то будем опираться на нашу реальную исконную культуру, а так уж сложилось то, что наши племена и княжества были объединены, в первую очередь, православной верой. Если мы не перестанем этого бояться, то я не вижу каких-то особых радужных перспектив. При этом хочу заметить, что у меня меньше всего вопросов как раз к молодежи. Потому что встречаюсь со студентами, со старшепластиком, 15 лет я это делаю на протяжении по несколько раз, бывает, неделю и так далее. Я не вижу у них даже минимального отторжения по отношению к православию, когда я начинаю про это говорить. У них как раз, у молодых ребят, есть гигантский запрос на то, чтобы быть честными, чтобы быть верными. И, кстати, если посмотреть опрос в ЦИОМ, где вот я рассказывал про отношение к измене, это, кстати, абсолютно ужасные цифры, то есть половина мужчин считает это допустимым или нормальным. То как раз среди молодежи это процент ниже всего. Это не связано, я думаю, даже с какими-то событиями внешними, просто потому что они ближе к святости, потому что еще кого может не прикоснуться к ничему такому страшному и так далее. И в этом смысле я не буду касаться каких-то других тем, и времени так много, но вот эта христианофобия, на мой взгляд, является какой-то гигантской трагедией, огромной проблемой, которую в любом случае нужно преодолевать. Чтобы не было такого, как это было в Томске, когда я выступал перед студентами, и у них на стиге Томской библиотеки гуманитарного государственного университета было огромными буквами написано «Мы буквы, с нами текст». И я вам говорю, ребят, я понимаю логику, я понимаю смысл вашей шутки, намек, что мы русские, с нами Бог, а у вас буквы, с нами текст. Но, наверное, лучше это все-таки стереть. Придут люди, которые совершенно другими словами и воевали в том числе. И последнее, что хочу заметить, что есть большое количество людей, об этом сказал Александр Георгиевич Дугин, которые ждут, ждут, когда все закончится и вернется на круги своя. И стоит сказать, что у этих людей, у многих есть вес материальный, информационный. И я думаю, что они будут всеми силами бороться против того, чтобы вот эти перемены, такие традиционные, наступили. И в этом смысле это правда самая настоящая война, только уже не с оружием, а война в сердце, война в умах. И война не может быть компромиссной, как и странно. Вот в этом вопросе, если у нас президент говорит про мирные переговоры, то в этом вопросе невозможны мирные переговоры. То есть здесь или побеждает традиционная сторона, либо побеждает другая.